Именно поэтому режим объявил ДВК экстремистской запрещенной организации, хотя все наши программы, наши действия носят мирный характер, тем не менее этот режим нас объявил экстремистской организации. И очевидно, что режим будет убивать больше и больше людей до тех пор, пока страна будет еще более безмолвная и будет напоминать концентрационный лагерь или ту же самую соседнюю Туркмению. Поэтому вот это событие, которое произошло, это самое обычное убийство, политическое убийство. Это не случайный какой-то выстрел или какое-то убийство на охоте, не случайная драка. Как я говорил, в недрах КНБ и МВД существуют специальные исполнители воли этой политической верхушки, профессиональные убийцы. Логика очень четко подсказывает. За Дулатом Агадилом следили, сажали в тюрьму, преследовали, затем его задержали, а в тюрьме убили. Сын Дулата Агадила, Жамбулат, который в последнее время после убийства Оса стал очень активным, призывал на митинги, обращался к гражданам и говорил, что пора прекратить молчать и спать, что он 17-летний ничего не боится, не боится, что его убьют. Он призывал действовать и он стал препятствием для этого режима, несмотря на свой юный возраст. Именно поэтому был убит. Ни у кого не должно быть сомнений, что это специальная подготовлена операция по его убийству. Именно поэтому его вытянули на улицу. Именно поэтому на улице организовали так называемую драку, чтобы в этом хаосе осуществить целенаправленное профессиональное убийство. Ни у кого не должно быть сомнений. Так же было и по Дулату Агадилу, когда первые дни были споры, говорили, что он выпил, крутились вокруг бутылки какой-то водки. И пытались сказать, что его никто не избивал и не пытал, но видео, вскрытие все это опровергло. И власти нашей страны до сих пор не провели объективного расследования. Не будет объективного расследования на этот раз. Найдут просто стрелочников, все на них переведут. И все это будет происходить до тех пор, пока мы будем молчать. Представьте себе, в далекой Польше поляки требовали судебного расследования, требовали справедливости, требовали наказать своего же поляка за казахстанца. Вы понимаете, какое общество. А у нас сегодня вышли редкие активисты, пришли к департаменту полиции Алматы, вышли на протесты. И их было мало, к сожалению. Многие из вас живут тяжелой жизнью и говорят, что вот никаких изменений нет. Я даже получаю комментарии, что два года мы за вами наблюдаем, все слова и нет изменений. Друзья, а как вы хотите? Вы хотите, чтобы кто-то прилетел за вас, все сделал. Вы хотите не выходить на акции протеста. И хотите, чтобы все само изменилось. Вы хотите просто наблюдать, просто тихо сидеть. И вы считаете, что ваша жизнь изменится? Без участия в этих процессах, во всех протестах тысяч и десятков тысяч, наша жизнь не изменится. Это убийство и все другие убийства, все действия нынешней политической верхушки давно, я уверен, вам дали уже для себя осмыслить, что до тех пор, пока мы, объединившись, не сменим этот политический режим, преступный и воровской режим, ничего не изменится. Если все будут тихо сидеть и ждать, что некий час икс, они вдруг случайно выйдут и все победят, такого не будет. Протест должен шириться. От каждого протеста к следующему протесту нас должно становиться больше и больше. И в итоге, когда настанут десятки тысяч, именно тогда произойдет смена политического строя. Мы сейчас должны требовать, безусловно, объективного расследования, но я заранее вам скажу, что никакого объективного расследования не будет, как в случае с Дулатом Агадилом, как в случае с Алтенбеком Сарсимбаевым, как в случае с Нуркадиловым, который три раза в себя стрелял, потом лег, накрыл себя простыней и типа он сам себя застрелил и умер. Мы все прекрасно понимаем, что этот преступный режим никогда не проведет объективное расследование и цель его просто запугать. В ближайшее время в нашей стране пройдут парламентские выборы. И у нас есть возможность именно на парламентских выборах объединиться и добиться смены этого политического строя. Мы не можем так продолжать жить и молчать, бояться, сколько можно. Сколько можно. Сколько можно говорить, что два года вы наблюдаете и никаких изменений не будет и не произошло. Вы можете наблюдать хоть сто лет и тогда действительно ничего не изменится. Сегодня убивают уже маленьких детей, 17-летних мальчиков. Совсем недавно, в 2005 году, также убили 12-летнюю девочку. Количество убийств, активистов в этом году просто беспрецедентное. И все это просто отражает состояние, настроение общества. Общество молчит. Это политическое верхушечко делать, что хочет. Никаких изменений не будет, если мы будем молчать и просто сидеть у себя дома и ждать неких героев, которые появятся в нашей стране. Которых не берут пули, которых невозможно посадить в тюрьму. Как мне один вчера писал, нам нужен лидер, мы за ним пойдем. То есть нужен танк, за которым можно спрятаться. Танк идет впереди и только в этом случае люди якобы выйдут. Не будет такого лидера, потому что их будут убивать. Пока мы все не станем лидерами, пока мы тысячами не будем выходить, пока мы не заставим это правительство работать на народ, пока мы не заставим, чтобы законы работали, ничего не изменится. Я приношу соболезнования семье Дулата Гадила, матери Жамбулата, его бабушки Еманды Болсон. Еще раз, мы сами являемся и свидетелями, и участниками этого преступления, которое происходит в нашей стране. Не просто Назарбаев плохой или Такаев, мы, к сожалению, молчим. Мы позволяем им быть преступниками, мы виновны в том, что происходит. Это мы все должны осознать. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас быть активными, действовать. Мы в ближайшее время выйдем с планом действий. Я уверен, что только в этом случае, когда мы начнем совместно действовать, действительно будут перемены. Перемены не сделает один человек, перемены не сделает узкая группа активистов. Их так поодиночке будут ликвидировать. Сегодня будут ликвидировать нас и активистов, завтра доберутся до вас. Так что давайте действовать. Иманды болсун. Продолжение следует... Продолжение следует...